Я сам несколько удивлен, что я рассказываю этот доклад. Он очень стихийно родился. Он, с одной стороны, очень серьезный, с другой стороны, очень несерьезный. Поэтому не понимайте меня буквально, понимайте меня, наверное, по сути. Меня зовут Степан Овчинников. Мою тему дважды населено утверждение Рыжикову, потому что в официальной программе написать, что у Битрикса есть косяки, и партнеры на них зарабатывают, ну, это несколько нетрадиционно все-таки для компании 1SBitrix. Я хотел бы рассказать о том, как, на мой взгляд, должна строиться работа в треугольнике Битрикс, как вендор, как разработчик, партнер, как тот, кто на земле отвечает за взаимоотношения, и клиент, который счастливый или не счастливый, и все это купил. Насколько я понимаю, в зале клиентов нет, поэтому, ну, по крайней мере, формально не должно быть. Поэтому я выражений выбирать, в общем, не буду. Записи потом люди ленивые смотреть не станут, скажу, как есть. Да, напоминаю, что вопросы задаются через приложение. Да, микрофон по залу ходить не будет, но вы об этом уже знаете. Три важные вещи. Да, мы любим Битрикс, вроде как, особенно те, кто ездит на партнерки. Битрикс помогает нам, выпускает релизы, помогает в маркетинге, делает огромную работу. Но я хотел бы донести до партнеров, мне кажется, очень часто этого не понимают, особенно люди, работающие, ну, географически далеко, работающие в низком ценовом, среднем ценовом сегменте, что у нас с Битриксом совершенно разный рынок, совершенно разный бизнес, совершенно разный взгляд на клиента, и из этого вытекает огромное количество иногда очень болезненных различий. Вот как средний партнер относится к Битриксу и к релизам Битрикса? Анонсы выходят с большим опозданием. То есть мы сегодня послушали презентацию, там сказано, что что-то выйдет скоро, что-то не очень скоро, но мы знаем несколько элементов функциональности, которые не выпущены с 14-й версии. Мы знаем много того, что мы давно ждали в Битрикс 24, а его нет. По каким-то причинам его не стали доделывать, электронная почта все еще не убита. Ну, жива, я вот сегодня пользовался, точно. У каждого партнера есть три любимых бага, и они неисправлены, конечно. И будут ли они исправлены в ближайшем релизе, совершенно непонятно, скорее нет, честно говоря. Причем, да, надо понимать, что баги — это не всегда то, что Битрикс считает багами, это то, что мы считаем нелогичным, это отсутствие, ну, например, там, у каждого есть любимый пример, у меня вот мой любимый, отсутствие SKU в мобильном приложении интернет-магазина. Ну, вот его там просто нет. А вроде как есть, из маркетинга вытекает, что есть. Идеи на сайте, партнер так думает, они не реализуются. Мы туда их пишем, мы за них голосуем, да, какая-то доля реализуется, но моя идея-то не реализована, я-то несчастен, это же беда. И вообще очень распространены явления, о них на форуме очень часто пишут, что вообще Битрикс-то не туда свернул, то есть один, значит, Битрикс-24 на уме, а мы тут с бусом в полях, и нам больно, очень страшно. И вообще такое ощущение, что иногда отношения напоминают военные. Вот я не знаю, в зале те люди, которые общаются с теми партнерами, с которыми общаюсь я, вот эти кулуарные разговоры, они вообще всплывают или нет? Но мне кажется, их очень много. Они там пообещали, а мы тут потом расхлебываем. Я даже своим коллегам по компании очень часто объясняю, как надо реагировать, когда клиент говорит, а вот Рыжиков вчера на презентации сказал, почему у меня на сайте этого нет. В этот момент не надо испытывать боль, в этот момент надо включить голову, что я, собственно, и предлагаю сделать. Надо понимать очень четко, что компания 1С Битрикс делает строго то, что выгодно ей. Может быть, это больно слушать нам как партнерам, но помните, мы не сотрудники. Компания 1С Битрикс, насколько мне известно, прикольски скажу, не владеет никакими партнерами. И в доле 1С Битрикс нет партнеров. У нас разные бизнесы, мы юридически совершенно независимы. У нас всего лишь партнерский договор. В чем заинтересован Битрикс? В увеличении доли рынка, в новых клиентах, потому что это большие деньги за продажи лицензий. Конечно, сохранение старых клиентов, безусловно, потому что это деньги за продление. Длинный хвост, мы все любим длинный хвост. Это слоны для релизов, которые продает Битрикс всегда. И я просто призываю партнеров, особенно некоторых, прям можно в глаза посмотреть, перестать ждать, что Битрикс изменит свою политику. Компания работает давно, давайте признаем, компания работает успешно. В своих KPI. Наши KPI просто другие. Поэтому мы получаем перегретые маркетингом убийства почты, мы получаем персонализацию, про которую сегодня мы тоже послушали, но я жду кейса, коллеги, партнеры, кто-нибудь видел хотя бы один кейс по персональным рекомендациям? Не вижу леса рук, побуду учителем, нет его. Призываю относиться к этому спокойнее, часто скажу как. Композит, который ускоряет в сто раз, да, ускоряет, но не в сто. И автокомпозит сегодня представленный, конечно, не будет таким волшебным. Это прекрасная штука. Но надо отнестись с пониманием к тому, что Битрикс всегда здорово, скажем так, преувеличивает позитивную составляющую и старается не говорить о том, к чему это приводит в полях, в нашей с вами работе. Битрикс заинтересован в новых клиентах в пиаре и в маркетинге, а мы 10 тысяч, ну вот сегодня сказали 14, да, 14 тысяч партнеров заинтересованы в закрытии текущих контрактов, в продажах новых клиентах. И видите, вот с репутацией я немножко пошутил, да, Битрикс заинтересован в своей репутации, в репутации партнеров, а мы заинтересованы в своей репутации, в репутации Битрикс. Ну, в общем, интересы близкие, но все-таки разные. Я просто предлагаю подумать на эту тему, ну и как включить трезвую голову. Вообще нам Битрикс зачем? Вот посмотрите каждый на себя, если вы владелец, руководитель компании. Зачем вам вообще Битрикс? Почему мы с ним работаем? Вот я для себя, отец, сформулировал так. Всего три вещи. Это источник лидов, мы получаем с рейтингов, мы получаем с CMS-магазин, где Битрикс, ну, имеет хорошие позиции, да, это очень популярное слово в e-коммерсе. Это поддержка, да, мы делаем на нем сайты, разумеется, да, разумеется, мы делаем на нем сайты. И это поддержка в трудные дни. Смотрите, как это работает. Битрикс проводит сотни семинаров в год. Это же прекрасно. Битрикс, внимание, за свои деньги, и часто партнеры этим не занимаются, а занимаются другие партнеры в регионе вашем. Проводит сотни семинаров в год. Это же прекрасно. Проводятся крупные презентации, типа вот этой. Тоже хорошо, здесь много клиентов. Ну и, конечно, весь этот шум и гамм вокруг продуктов, на самом деле, он нам на руку, потому что уже завтра вам позвонят в офис больше, чем вчера. В общем, это один голый, вот здесь один голый позитив на этом слайде. Битрикс равно платформа. Вот я очень часто говорю этот тезис, мне кажется, что Рыжиков когда-нибудь меня стукнет, когда я его очередной расскажу. Я говорю следующее, что на самом деле компания 1С Битрикс уже так много выпустила в плане буса и в плане веб-разработки, что вообще-то хватит. Горшочек. В принципе, можно больше не варить. Потому что все, что делаем мы, мы занимаемся технологическими проектами, нас довольно много, мы занимаем некоторые позиции в некоторых рейтингах, не первые, но занимаем. В принципе, в веб-разработке достаточно того, что Битриксом уже разработано. И вообще-то говоря, если Битрикс перестанет разрабатывать новые штуки, мне кажется, что довольно много месяцев, может быть, даже лет, в чисто производственном смысле мы не будем от этого страдать. Маркетинг, да, маркетинг важен. Во-вторых, Битрикс, правда, периодически выпускает крутые штуки. Давайте вспомним. Все эти облачные бэкапы, все эти CDN, которые часто работают хорошо. Иногда плохо, но часто они работают хорошо. Композит, который, правда, спасает некоторые убийственно плохо запрограммированные проекты. Вы это все знаете. И поэтому я считаю, что можно терпеть тот персональный длинный список болей, который у каждого из вас имеется. По поводу того, что здесь неправильно, здесь не доделали. Кто-то недавно жаловался. В форме голосования партнерской конференции надо опять регистрироваться. Мама, я регистрируюсь на сайте Битрикса 16 раз. Я здоров. Да, это боль. Но давайте смотреть на это так. У Битрикса в этом месте не болит. И Битрикс делает достаточно много, чтобы мы могли это простить. И, конечно, Битрикс — это помощь. Во-первых, это психотерапия. Вот сюда приезжаешь, поговоришь, тут хорошо. Как-то жить хочется снова. Во-вторых, это развитие. Я могу сказать лично про себя. Компания Intervolg является партнером Битрикса с 2009 года. С 2011 я езжу на партнерки. Ну, наверное, процентов 80 всех умных мыслей по профессии, по работе, по организации производства, которые я вообще в своей жизни слышал, я услышал в той или иной форме на партнерках. От людей, из докладов. Вот, на мой взгляд, это очень большое развитие, за что Битриксу спасибо. Обратите внимание, что в других сообществах профессиональных, которых, кстати, нет, вот таких, этого и лени тоже нет. Ну, вследствие отсутствия сообщества. И иногда, тут надо понимать, Битрикс способен давать точечные и полезные консультации. Совершенно невозможно, по моим наблюдениям, заставить представителей компании 1С Битрикс сделать хоть что-нибудь серьезное для тебя. Ну, там, срочно поправить баг, или выпустить что-то новое в функциональности. Это надо быть Богом, чтобы это сделать. А Бог у нас один, да, все его знают. Невозможно. Но когда ты приходишь и говоришь Шаромову, Денис, вот здесь переключили в пожелание то, что явный баг. Ну, баг оно. Дискутируешь с ним 15 минут, он переключает это в баг с пожелания, и через 4 месяца оно выпускается. Или через 4 дня. Бывает очень по-разному. Ну, вот это правда важная штука. Я думаю, что у любого неленивого партнера в Фейсбуке есть все лица из компании 1С Битрикс, кого можно тыркать. Это работает, правда. Ну, правда, не очень часто, а то забанят. Я, собственно, что хотел рассказать по сути-то. До сих пор была религия. Мне кажется, что... Ну, у меня в голове есть очень простая процедура действия, когда в Битриксе что-то не работает, и когда к вам приходит клиент и говорит, оно здесь вообще не то. Я вообще другое хотел. Я проведу один пример. Каждый из вас может... Пример не важен. Каждый из вас может подставить на это место любой свой баг, который у вас болит, по поводу которого вам клиенты говорят, а у меня композит не в 100 раз ускорил. У меня вообще затупил. Или у меня включение CDN и приводит к выключению, не знаю, там, мониторинга сайта, потому что статика перестает идти. Это бывает, это правда, мы же понимаем. Или там, телефония умерла. Любой тезис, абсолютно любой. Я стараюсь, искренне веря в то, что компания 1С Битрикс вообще не ленивые, не глупые ребята, я стараюсь рассказать, ну, только более сжато, но тоже очень откровенно, то, что я сейчас говорю вам. Что Битрикс это продуктовая компания, которая занимается развитием универсальных продуктов для гигантского рынка, у которой по бусу там 100 тысяч клиентов, не знаю, там, может быть больше, по Битрикс 24 свыше миллиона клиентов. Они не могут учитывать ваши пожелания. Вообще любому вменяемому клиенту этот нехитрый тезис можно донести, что, ребята, вы за какие-то паршивые, сколько сейчас нынешний сайт старт стоит? 5500? Вы за 5500 получили то, что иная веб-студия год-четыре бы пилила для вас. Я имею в виду инфоблоки, инфоформ там нет, но вот все, что есть в базовом Битриксе. Я прихожу ко второму тезису. Поймите, не все сразу. Смотрите, сколько крутого запилили, но вот этого крутого не запилили. Да, косяк. То есть, вы понимаете, мне кажется, очень важно не становиться на позиции у клиента и не кричать, Битрикс ужасно работает, все плохо. С другой стороны, просто вредно для здоровья, вредно для собственной репутации занимать позицию, я это Битрикс. Это просто неправильно. Неправильно говорить. Мы представители Битрикса в регионе. Мне однажды из ОРВД позвонили и сказали, вы же представитель Битрикса в регионе? У нас тут незаконная закупка, значит, лицензионного софта. Давайте вы там посодействуете. Я говорю, нет, 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 нет. Вот есть Константин, значит. Кстати, правда телефон дал. И надо понимать, что мы в другой лодке. Я говорю, да, косяк. Ну, косяк. Косяк. И сам страдаю. Переходим к следующему шагу. Я говорю, брат, да мы с тобой в одной лодке. У меня у самого сайт на Битриксе. Я самым облачным корпорпорталом пользуюсь. У меня тоже не выставляются акты. Когда клиент говорит, а почему акты в Битриксе не выставляются? Я говорю, ну, черт его знает, почему не выставляются. У меня тоже не выставляются. А дальше вы вспоминаете, что все-таки вы специалисты, и вы недаром едите свой хлеб, и вы там 3, 5, 10, 20, кто-то там 40 лет уже на Битриксе программирует. Вы говорите, я знаю решение. Я знаю решение. А решение вы, как правило, действительно знаете. Иногда это решение сорта говнокод, иногда это костыль слева, иногда это хитрая настройка, которая там может оказаться в платформе. И вы говорите, да, мы можем это сделать. Вот все статьи, которые я пишу на сайте про Битрикс, они, если их внимательно прочитать, на сайте интерволга.ру, много статей про Битрикс, можете их почитать. На самом деле они довольно негативные. То есть там написано, последовательно доказано, что Битрикс вот в этом, в этом, в этом месте не работает. И казалось бы, я пиарюсь на костях Битрикса. Я при этом говорю, что Битрикс сделал огромную работу, ну вот хвостик остался. Вот хвостик за 7500 рублей вам доделает партнер. И если клиент вменяемый, у него вообще в голове все в порядке, то этот тезис очень хорошо в него входит. Если это не платежеспособный, капризный клиент, который считает, что купив лицензию… Знаете, был такой миф раньше. Спрашивали, а вот я купил Битрикс стандарт, там же есть формы, там есть инфоблоки, там есть опросы. Почему у меня на сайте нет формы опросов? Я же дизайн тоже купил, вот он. Где мой сайт? Почему я должен вам еще деньги платить? Ну вот понимаете, да, это логика мышления? Вот если мы из нее уже вышли, и клиент готов платить деньги, то вот таким нехитрым разделением можно разойтись. Что конкретный пример я хотел привести? Не так давно в Битрикс 24 появилась такая штука умные реквизиты. То есть в компании можно добавить неограниченное количество юридических лиц, которые такими плюсиками добавляются. Там, во-первых, не очень удобно, пока плюсик найдешь, глаз дергаться начинает, но он, значит, добавляется. А самая большая беда, что вот эти поля, они отсутствуют во всех видах экспорта и импорта. То есть как бы умные реквизиты есть, а в импорте их нет. И в 1С импорте их само собой нет, потому что импорта компании вообще нет. И в ЦСВ оно не выгружается. Ну в общем беда. Какое решение? Вот прямо по алгоритму я говорю, Битрикс старался, видите умные реквизиты? В 1С тоже не сразу появились, но они сейчас есть в 1С, вот они появились в Битриксе. Не все сразу, сам страдаю, есть решение, 40 тысяч рублей стоит. Нет, еще раз, наша задача какая? Мы же не агенты влияния Битрикса, правда, мы же деньги зарабатываем. Вот этот способ заработать денег. Если у клиента их нет, так и ладно, что-то на него нервы тратить. А если они у него есть, так он за такую психотерапию обязан заплатить. И последний ход этой многоходовки звучит так. У меня есть прямой телефон, ну например, Вострикова, причем это правда, у вас же есть телефон Вострикова. А сегодня, кстати, вы обратили внимание, на презентации на всю страну, может быть, правда не в первый раз, был показан сотовый Рыжиков. То есть он когда вписывал, там он свой телефон не вписывал. Было видно. Поэтому теперь вся страна знает сотового Рыжикова. Вы говорите, я сейчас вот обратился к Вострикову, ответственному за это направление. Он принял во внимание, это правда, я причем не вру, вот ни в одной точке этого алгоритма вранья-то нет. Я говорю, конечно, Востриков сказал, ну правда, забыли что-то. После, значит, вот партнерки обещали выложить, после релиза. Ну правда, обещали выложить. Надеюсь, выложат. Проблем в этом никакой на самом деле нет. И я еще что хотел сказать на самом деле. Может быть, мысль сложная, но я как-то вот человек с программистским прошлым ее там внезапно понял. Мы когда работаем с клиентами, наша задача сделать один проект, но очень хорошо. Поэтому, если знаете, в теории графов есть такое понятие поиск в глубину. Вот мы взяли одну точку, и мы вот в нее идем глубоко и делаем там глубине хорошо. Битрикс в этой ситуации находится в совершенно другой роли. Он должен сделать хорошо сразу вот 100 тысячам проектов. А как им делать хорошо? Никто же не знает. Никто не объясняет Битриксу, куда рыть. Никто не объясняет. Поэтому Битрикс делает для нашей партнерской логики, логики разработчиков, совершенно невменяемые шаги. Иногда. Но если крепко подумать, они оказываются объяснимыми. В чем заключают эти шаги? Битрикс выпускает огромное количество крохотных кусочков функционала. Ну вот сегодня показали там открытые линии, появляется чат. Но это же очевидно, что сделать там кнопку, сделать из чатовского сообщения лид, сделку или задачу. Кнопки нет. Если действовать как партнер-разработчик, который он же знает, это на все вопросы, правда? Партнер, он же умный. Он, конечно, сделает кнопку. Но Битрикс не будет ее делать, потому что это большие усилия, а еще непонятно, будут ли востребованы эти самые открытые линии. Битрикс занимается поиском в ширину. Битрикс по всему фронту копает очень неглубоко. Где будет хорошо, там докопай. Поэтому наша задача просто, мне кажется, наша внутренняя задача понять, как работает компания и делать из этого соответствующие выводы, не вступая в ней в конфликт. Да, у меня, по-моему, последний слайд, я сэкономил, я не стал делать отдельный слайд с вопросами. Я считаю, что мы обязаны как партнеры, как программисты, в конце концов, как внедренцы, мы обязаны разбираться в том, как это работает. У нас должна быть своя собственная точка зрения по этому поводу. И мы должны ее рассказывать, а не повторять презентации Битрикса. Вот тоже, наверное, отдел партнерского маркетинга сейчас нас побьет, но мы стараемся не рассказывать стандартные презентации Битрикса стандартным текстом. Мы рассказываем изложения, что ли. А что мы думаем об этом? Не верьте презентациям. То есть ходить нужно, да, ходить нужно, но верить презентациям, быстро ставить обновления, в моем отчастной позиции, не нужно. Потому что мы понимаем, что функциональность будет доделана, она будет испытана на неких подопытных роликах, она будет выпущена через два месяца, еще через три она будет отточена. Поэтому у нас, например, практически действует мораторий, мы первые полгода сайты не обновляем после выпуска обновлений. Может быть, это очень плохо, но мы не обновляем. Мы изучаем, смотрим, но мы не обновляем. Не берите на себя ответственность за баги Битрикс. Вот по той процедуре, которую я рассказал. Ну и последнее, надо все-таки самим работать, а то у Битрикса все хорошо, мы числа графики посмотрели, у Битрикса все хорошо, надо, чтобы у нас тоже у всех было хорошо. Спасибо за внимание, я сэкономил немножко времени.